Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Хоть бабье лето еще впереди, но сентябрь пока радует нас солнечными деньками. Какая погода будет сегодня? В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дощи гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 19-24, и в горах местами 12-17 со знаком «плюс». В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременные дощи гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 21-23 градусов тепла. Осень – пора сезонных овощей и фруктов. Все дачники пожинают плоды успешных летних трудов. Как говорят аграрии, этой осенью небывалый урожай яблок. Вот это наливное душистое яблоко выращено в садах Карачаева-Черкесии. Этот проект успешно реализуется в республике, заявил на недавней международной выставке современного садоводства глава Рашид Темрезов. Также он добавил, что на сегодняшний день садоводы собрали более 2000 тонн яблок, и сбор урожая еще продолжается. Успешно развивают сады и в личных подсобных хозяйствах. Рашид Темрезов отметил, что садоводство в системе АПК Карачаева-Черкесии с каждым годом становится все более знаковым и значимым в развитии сельского хозяйства. В садах Карачаева-Черкесии яблоки продолжают поспевать, и их хватит на всех. От импорта можно, да и нужно отказаться. А вот как правильно нужно заготавливать фрукты, сколько человек работает на сборе урожая, и где можно их купить, узнавала Альбина Ламкова. Казалось бы, сбор урожая яблок – дело нехитрое. Но чтобы плоды дольше хранились, нужно правильно подойти к этому вопросу, учитывая ряд особенностей. Здесь яркие и сочные плоды яблок. Они богаты витаминами и микроэлементами. А чтобы правильно собрать урожай фруктов, подойдет вторая половина дня. Погода должна быть теплой и солнечной, как сегодня. Начинать срывать яблоки нужно с нижних веток, постепенно поднимаясь наверх к макушке. В садах Карачаева-Черкесии деревья усыпаны большим количеством плодов. На данном этапе собирают сорт джерамин. Форма яблок идеальная, окрас бордово-красный. Яблони высажены на площади 15 гектаров. А чтобы получить хороший урожай, фруктам необходимо уделять внимание и оказывать заботу, как маленьким детям отметил главный агроном садов Карачаева-Черкесии Арсен Кушхов. Это яблоко одно из востребованных на рынке, самое востребованное. Поэтому по вкусовым качествам мы проверяем, анализы берем и как раз подходит для съемок именно на сегодняшний день. Все стараются, работают, собирают аккуратненько яблоко, чтобы не было битой, чтобы не было дальнейших последствий при хранении. На сборе урожая яблок работает больше 200 человек. Фруктов в день собирают около 100 тонн. Труженики довольны и оплатой, и условиями труда. В день их оплата составляет 1200 рублей. Чтобы яблоки к зиме сохранились, что вы делаете, как вы собираете? Аккуратно их обрываем, во-первых. Аккуратно их высыпаем в контейнер. Которые с точечками яблоки попадаются, мы их убираем, чтобы в дальнейшем не пошла гниль в контейнере. Свежие натуральные плоды яблок можно купить и на месте в садах. Реализуют в ларьке у дороги. Цена самая выгодная по республике. Насколько часто берете? Почти каждую неделю, можно сказать, берем. А почему именно здесь? Да, и цены приемлемые, и яблоки хорошие. Продавец Ася Тибердашева 4 года работает в садах Карачаева Черкесии. Если необходимо, она поможет и в выборе фруктов. Ну, все равно. Сами покупатели, они так благодарят вообще, действительно. Это не слажавая лесть. Это действительно покупатели благодарят, подходят. Вот четвертый год мы им разрешаем. Самая фишка у нас что? Вот контейнера стоят по пять, по шесть штук. Люди подходят, выбирают, какие хотят. Все, мы им разрешаем. Поэтому у нас вот бойкая такая торговля. Ранее магазин фруктов работал с восьми утра до пяти вечера. Сейчас по просьбе покупателей график работы продлили на час. Альбина Ламкова, Роберт Джугутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Адыихабльский район. Нормальное функционирование организма и его здоровье во многом зависит от того, в достаточном ли количестве человек употребляет витаминов. Если человеку не хватает какого-либо вещества, может развиться авитаминоз. Сейчас осень, и поэтому полезно употреблять фрукты и побеспокоиться о своем здоровье. Вот о женском здоровье мы сейчас и поговорим. О том, что делать, чтобы пандемия не повлияла на положительное течение беременности. Также о такой проблеме, как бесплодие, нам сегодня расскажет гость из Москвы, акушер-гинеколог, врач УЗИ Светлана Баташева. Моя соведущая Белла Джозаева и Светлана Баташева уже в нашей студии. И я с удовольствием уступаю вам нашу утреннюю гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Светлана Баталовна. Рада вам безмерно, потому что вы такой редкий гость в нашей республике. Вы известный врач, вы женский доктор, очень талантливый. Могу это вам сказать в лицо. Я знаю, что вы работаете по всему миру, но по большей части вы находитесь в Москве. Все мы знаем, что происходит с нашим миром сейчас. Эта коронавирусная инфекция перевернула наш мир, развернула на 180 градусов. И в этих условиях, естественно, больше всех, наверное, страдают дети, старики и будущие мамочки, ваши, ну как говорится, пациентки. Как вот этим мамочкам будущим в условиях сложившихся сберечь себя, сберечь свое здоровье и выносить здорового малыша? Есть ли какой-то вот совет такой? Ну вот исходя из того, что мы сейчас уже успели все увидеть и прочувствовать, и понаблюдать, я могу сказать точно одно, что бояться нельзя. Ничего пусть не боятся люди, вот в частности, да, обращение к женщинам, к девушкам, к пациентам моим, и не паниковать. Потому что вот эта любая эмоция, которая очень быстрая, на какой-то стрессовой почве, она может разрушить немножко правильную тактику подхода к лечению, на то, что они уже дома, допустим, делают, к профилактике всего, от того, что происходит. Обязательно делать упор на питание, чтобы питание было максимально натуральное, насколько это возможно в разных городах, разной истории, ситуации. Чтобы питание было разнообразное, чтобы оно было максимально натуральное, как я уже сказала. Обязательный момент с приемом определенного количества, да, нужного количества жидкости. Так как если есть нужное количество жидкости в организме, то дезинтоксикация, назовем это так, происходит быстрее. Иммунитет все-таки и за счет этого тоже поддерживается. Если говорить только о профилактике, конечно, это проветривание комнат. И мы за этот период с этой пандемией, конечно, на связи, на онлайн-поддержке со всеми нашими пациентами и с новыми. Мы всем рекомендовали, я в частности, чтобы обязательно увлажняли помещения, где они спят, где они находятся днем. Есть очень много сейчас оборудований различных, это очень просто и доступно. Свежий воздух важный элемент, конечно, для того, чтобы обменные процессы происходили правильно в организме, чтобы кислород поступал в организм. Самый главный момент, я все-таки выделю, не паниковать, это точно. Тогда можно очень аккуратненько, логично подходить к процессу. Если уже человек заболел, то, конечно, есть сейчас уже определенная, скажем так, не узкая специализация. Вы имеете в виду, будущая мамочка заболела, да? Да, 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 да. Если человек уже заболел, то сейчас уже у нас есть доктора, кто этим непосредственно занимается, кто уже за короткий период имеет хороший опыт работы с данным вирусом. Конечно, здесь и классическая медицина обязательно, здесь и подбор всех препаратов, контроль всех анализов необходимых. Ну и плюс, то, что я уже сказала, как бы соблюдение всех мер. А уже в вашей практике такое было, что вот мама, которая носит малыша, она заболела и выносила, и родила, и все хорошо? Да, да, очень много. Отражается все-таки? Вы знаете, наверное, 50 на 50 у меня были истории, они до сих пор продолжаются. 50% слава богу, все прошло удачно, все хорошо, выносили малыша, родили здорового малыша. У 50% женщин, к сожалению, произошло так, что были врожденные пороки, особенно это касалось сердца у плода или у плодов. И приходилось, конечно, прерывать беременность девушкам, причем были такие долгожданные очень моменты именно по беременности, но пришлось прерывать. А если уже на большом сроке мамочка заболела? И есть случаи, когда она заболела явно по симптомам на большом сроке, но, видимо, вирус в какой-то такой легкой форме, младенно еще жил до этого. Но мы уже к тому моменту увидели изменение очень сильное у плода, тоже приходилось прерывать на больших сроках. Это все очень сложно, это все, конечно, негативный какой-то опыт для женщин, очень неприятный. Но пришлось и через это многим пройти. В 50% случаев, слава богу, все прошло хорошо. И вот сейчас эти детки, уже родившиеся, этот период сложный, все прекрасно, они их наблюдают. То есть наблюдаются у докторов, проверяют, контролируют все органы, анализы. Сократилось ли количество женщин, которые сейчас хотят забеременеть? Я имею в виду в связи со сложившейся ситуацией. Вы знаете, вот наоборот, как ни парадоксально, наоборот, и очень многие забеременели в этот период, у которых не получалось длительно забеременеть. Как-то так все сложилось, и ходили разные истории, говорили, ну, наконец-то мы вот просто побыли дома. Ну, кто-то с юмором это говорил, просто длительное время виделись там с супругом, с супругой, мы были дома. Разные моменты, больше стало, потом в моей практике их стало больше, наоборот. То есть практически ни один человек не говорил, что нет, такой период сложный, я не хочу беременеть. Да, наоборот, количество увеличилось. Жизнь продолжается? Да, слава богу. И еще вот такой момент. Вы один из, наверное, главных специалистов по женскому бесплодию. Я хочу у вас спросить, существует вот сейчас такое мнение, что бесплодие женское, оно все-таки помолодело. Есть такой момент? Есть. Мне кажется, это даже есть где-то на уровне психосоматики вообще в целом, что девушка обращается, женщина обращается в 25 лет, допустим. Светлана, вот мы два года живем, у нас ничего не получается. И какой-то настрой уже такой, что, наверное, у нас бесплодие. Наверное, у нас ничего не получится. Я пытаюсь их успокоить на начальном этапе и говорить о том, что вы молоды. В принципе, организм у вас неплохой. И даже если какие-то причины, мы их откорректируем, и у вас все обязательно получится. Все-таки возраст имеет значение? Возраст? Большое. В плане возраста, тут у меня в голове, вот я диалог здесь свой веду, свой диалог, я понимаю, что возраст, да, он в какой-то степени играет роль. То есть есть граница, грань, когда уже прекращаются определенные функции у женщины, данной природой. Просто сейчас столько мам, которые после 40 становятся мамами. Да, вот этот момент есть. С другой стороны, у меня 52 года забеременела женщина, и мы удачно... Первым ребеночком? Да, да, да. И эта ситуация есть. Но это единичный все-таки случай, когда вот в таком возрасте. Я понимаю, что если природа уже говорит «стоп», организм в каком-то смысле, пусть это звучит не очень корректно, тут мы уже ничего сделать не можем. Но стараемся. Но тем не менее, вы правы, вот от 40 до 49 лет. Активно. Да, расцвет такой организма идет. Да, кстати, в последнее время очень часто это происходит. Да, 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 абсолютно согласна. Чуть раньше это было как-то вот редкость. Да. А сейчас, ну, как бы норма. Согласна. И это, наверное, очень хорошо. Здорово. Пусть все получается, вот пусть будут детки у всех. Это очень важно. Для у всех, кто их хочет. Да, согласна. И еще такой немножко, может, провокационный вопрос. Может быть, вы и не хотите его слышать. Ну, я знаю, что вы противник ЭКО. Почему? Я скажу по-честному таким образом. Да, это очень страшно, это очень сложно. Ну, нет, я не говорю о том, когда эта ситуация, это последний шанс, естественно. Да, да, да. Да, мы это все с вами понимаем. Но почему желательно до последнего не прибегать к ЭКО? Ну, я буду исходить лично из своего опыта, из своего взгляда. Конечно, конечно. Я говорю о зрении в этом деле, что я стараюсь до последнего искать, не переходя границы и не упуская время женщины, до последнего искать причины и факторы. Очень много у меня случаев и результатов, когда все получалось, когда приходили после ЭКО, многочисленных, приходили после различных манипуляций, и мы забеременели. И это не один, не два случаев, это больше. Естественно. Да, я в голове начинаю вспоминать вот этот нюанс, да, что так, вот с той девочкой у меня была примерно такая ситуация, у меня все получилось, у нас не получилось. Здесь было так, но здесь тоже должно получиться. То есть я начинаю искать причины. Пусть это в мелочах, в мелочах, но как только вот я нахожу эту зацепочку, я стараюсь углубиться там и дать хорошую терапию, чтобы все получилось. Чаще всего так и происходит. Но, конечно, есть случаи, когда... Безлип. Да. Возможно, это момент судьбы именно данного человека, вот таким образом только. Но ЭКО, это вот, знаете, как ЭКО на своем стуле. Это гормональная терапия сложная. Гормональная, конечно, терапия там присутствует. И не каждый организм к этому готов. И не каждый организм, да, он примет это как положено. Есть, конечно, огромное количество осложнений. Но, с другой стороны, осложнения могут быть и на фоне обычных витаминов. То есть тут очень важен подход в дозах. Баланс. Да, баланс. Индивидуальный подход обязателен. Я не против ЭКО, но я за то, чтобы максимально искать причину. Ну, я с вами соглашусь, конечно. Спасибо. Но, скажем так, пусть у всех, кто хочет, кто желает, кто ждет, будут детки. И вам спасибо, что вы приближаете эту мечту. Я желаю вам, естественно, здоровья и профессионального успеха. Спасибо вам. С приходом осени кинолюбители порадуют новинки большого экрана. Можно провести уютный вечерок за просмотром интересного фильма или отправиться на выставку в галерею. Наш обозреватель Альбина Курочинова-Кенжева подготовила для вас подборку киноновинок и мероприятий в республике. Доброе утро всем! Как ваше настроение? Успели соскучиться по нашей рубрике? Вот что нас ждет сегодня и в ближайшие дни. В картинной галереи проходит выставка «Солнечная Карачаева-Черкесия». В экспозиции представлены рисунки и произведения декоративно-прикладного искусства. 23 сентября в 18.00 в Доме культуры Аула Кубина состоится спектакль Микаэля Чикатуева «Когда отчизна в огне» по роману Калиджи Гутанова «Волшебная игла». Действие пьесы происходит во время Великой Отечественной войны и передает жизнь абазинского села, к земле которого уже приблизились оккупанты. Любители фэнтези смогут увидеть боевик «Шан-Чи» и «Легенда десяти колец». Мастеру боевых искусств «Шан-Чи» предстоит противостоять призракам из собственного прошлого. По мере того, как его втягивать в паутину интриг таинственной организации «Десять колец». В криминальной комедии отчаянные аферистки Кони и Джо-Джо – лучшие подруги, которые погрязли в быту и домашней рутине. Но однажды им удалось перевернуть свою жизнь, превратив парочку купонов на еду в 40 миллионов долларов. И все было как в сказке, если бы не два копа, которые пытаются поймать и разоблачить домохозяек. Для детей стартовал мультфильм «Фиксикино». Большая перемена. Фиксикам и Смешарикам вместе предстоит выяснить, что значит крутиться, как белка в колесе, как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище. А также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть, и многое другое. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. На этом у меня все. До встречи. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева Черкесия». Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова